Привет! Итак, начнем с самого начала. Первый пункт это регистрация на подачу заявления на восстановление семьи. Наш случай был два родителя в Чехии, то есть мама и папа работают в Чехии. Ребенок несовершеннолетний в Украине. Несовершеннолетними детьми считаются дети до 12 лет. Если уже с 12 лет, то это уже такой возраст, который нужен, нужно присутствие уже в визовом центре, либо в посольстве. Вот, так первое, что нужно будет сделать, это отправить эту форму. Почему? Потому что без нее вас не зарегистрируют и не поставят на очередь. Ну, все, в принципе, понятно и так. Значит, мы советуем перед регистрацией найти уже жилье, в котором вы будете жить, проживать совместно с вашей семьей, с вашим ребенком. Это, опять же, рекомендация, это не призыв к чему-то, там, если вы договоритесь с вашим общежитием, там, я не знаю, хотите жить в общежитии, пожалуйста, можете жить там. Но мы рекомендуем, опять же, брать квартиру, чтобы эти договора у вас все были на руках, кадастры, доклады о подтверждении убытования и так дальше. Но это сейчас пойдем чуть дальше. Итак, как проходит регистрация, ребят? Есть список, он четкий, разложенный на сайте посольства, конкретно в нашем случае Киева, то есть Украины, Чехии. Информацию я оставлю под видео, обязательно посмотрите, как было у нас. То есть, обязательно на регистрацию нужно четко сделать по пунктам, их там всего шесть. Нужно сделать, значит, первый пункт, это у нас имя и фамилия латинскими буквами, как в заграничном паспорте сделано. Второе, это у нас дата рождения заявителя, то есть в нашем случае, опять же, ребенка. Третье, это серия и номер паспорта, опять английскими большими буквами пишем, там получается, например, там АН и шесть цифер, грубо говоря. Четвертое, это указывается электронная почта, ваша почта, на которой придет ответ по вашему решению, то есть по регистрации. Указывал, я лично указывал свою электронную почту. Пятое, номер телефона, украинский номер телефона, куда могут позвонить, там задать вопрос, почему будут звонить из Киева, допустим, либо со Львова, с Украины. Поэтому указывается украинский номер. И шестое, указываем, мы писали долгостроковая виза, просто прописанными буквами, вот. А сейчас уже есть изменения чуть-чуть, шестой пункт указывается долгостроковая виза с родинной метою. Это, опять же, посмотрите в ссылке, вкладке, потому что все очень быстро меняется. Раньше писалось тоже с родинной метою, они не принимали, сейчас в нашем случае была просто долгостроковая виза. Сейчас опять вернулись с родинной метою, поэтому с этим вопросом будьте внимательны. То есть, вот такой вот будет шаблон, вот как вы сейчас видите по списку на экране, вот это все, то, что нужно написать именно в этом электронном письме. Тема, обязательно тема этого письма, это заграничный паспорт, то есть, вашего ребенка, жены, там, или кого вы будете воссоединять, мужа и так дальше. То есть, это просто серия, там, вашего паспорта. Это тема, это было в нашем случае. Дальше, что нужно приложить в файлах, то есть, нужно сделать скан копии, обязательно скан, не фотографии, это очень важно, потому что, если вы сделаете фотографии, могут не рассматривать ваше заявление. Это были уже такие примеры, поэтому сразу же, сделайте себе сканы. Заграничный паспорт, в нашем случае, опять же, это ребенка мы делали, то есть, того человека, которого будем воссоединять, делаем скан. Второе, это свидетельство о рождении на украинском языке делается скан. И здесь же вы вкладываете еще свидетельство о рождении, переведенное на чешский язык. То есть, это нужно уже сделать через те центры, которые этим занимаются. Первую страницу нужно будет, этот родинный лист, так он называется, вложить сюда тоже в это письмо. Это три вложения. Было в нашем случае. Но сейчас же опять, я смотрю на сайте, сейчас поменялась чуть-чуть система после карантина. Сейчас требует копию старинки закордонного паспорта заявника с фотографией и персональными данными в формате PDF. Обязательно в тот же час копию документа, что подтверждает мету перебывания в формате PDF. Это свидетельство о рождении, то, что мы говорили, в случае жены мужа, это свидетельство о браке. С родинной методой также необходимо надеслать копию дозвола на проживание особое, за коей возъединиться на территории Чехии. На сия возъединиться. То есть, в данном случае, это дозвол на проживание, это рабочая карта. То есть, сейчас уже приняли такие изменения, что нужно еще сделать скан вашей рабочей карты. Тоже вкладывается. Когда все это сделаете правильно, то есть, эти четыре вложения уже на данный момент действуют. Опять же, кто будет воссоединяться, там, если это сейчас действует, это на момент июнь-июль, там, август 2020 год. Кто будет воссоединяться чуть позже, там, через год, если будете смотреть это видео, то смотрите, опять же, на ссылки и какая там информация, в зависимости от того, что там поменяется, не поменяется. Я надеюсь, это все будет, конечно, актуально и дальше, но, опять же, нужно быть вооруженным. Вот. А после того, как вы все это сделаете, отправляете письмо. Отправляется в определенные дни. Опять же, это я озвучивал еще ранее, но мы делали это в начале месяца. То есть, даже, ну как, не тоже в начале месяца, а в начале недели. Это понедельник, как правило, в 8.59. То есть, в 9 утра открывается прием заявлений. Вам в неделю дается 59 заявок. Поэтому рекомендация лучше делать это в понедельник. Если вы в Украине, то в 8.59 нужно отправить письмо, потому что всего лишь 59 заявок в неделю. И нужно, понимайте сами, что всего лишь, грубо говоря, 60 человек попадет в эту заявку. Отправляли мы так, получили ответ, если все правильно сделано, то получаете ответ где-то в течение 25-40 минут. Можно получить ответ уже от посольства, что ваше заявление принято, ждите дату. Ну и дату мы получили через 40 минут. Сразу хочу сказать, мы посылали образно там 15 февраля, получили дату на 24 апреля. То есть, разница составляет где-то около двух месяцев. То есть, после того, как вы отправили с момента отправки вашей даты, до даты подачи, будет еще примерно 2 месяца на сбор документов. Ну, а сейчас мы перейдем конкретно уже ко второму пункту. Это список документов и сбор документов. После того, как зарегистрировались, как вам выше рассказал, как проходила регистрация, начинаем собирать документы. То есть, уже узнали дату подачи, когда будет происходить дата подачи ваших документов. Нужно собрать эти же сами документы. Вроде бы задача не сложная, все как бы кажется просто. Но, опять же, начитавшись кучу формов, посмотрев, реально есть тоже видео. Кстати, очень большое спасибо тем людям, которые помогали в сборе этих же документов. Это Алексей Тарасов и Антон Руденко. Вам спасибо большое, очень помогли своими видео и своим опытом. И другие люди тоже помогали очень много. Но есть вроде список, он готов на сайте, опять же, посольства Чехии в Украине. Вроде все просто, но когда начинаешь уже собирать, сталкиваешься с такими моментами, что где-то чего-то как бы не хватает. Мы приготовили свой список. Значит, первый, он в принципе ничем не отличается, пункт от того, что указано на сайте, это анкета. Это долгосрочная виза, это черная виза. Опять же, все зависит от того, как вы делаете воссоединение семьи. По долгосрочному пребыванию это зеленая анкета, по долгосрочной визе это черная анкета. По визе, в чем отличие, ребят, смотрите, тут самое основное отличие, есть ли детей, лучше делать по визе, вот, воссоединять. Если муж же жену, опять же, если с учетом того, что будет эта рабочая карта, плюс еще помимо этого, то лучше, конечно, делать воссоединение по долгосрочному пребыванию. Но это, опять же, решать вам. Потому что если по визе приедет жена, муж, то они работать не смогут. Вот, если это будет по долгосрочному пребыванию, еще параллельно будет делаться подача на рабочую карту, тогда вопросов нет, будут работать. Еще самое главное отличие в этом плане, долгосрочная виза рассматривается где-то 90 дней примерно, вот, а долгосрочное пребывание рассматривается 270 дней. Вот, поэтому тут решение как бы за ван. Вот, в нашем случае это виза, значит, первый пункт это анкета, черная виза. Сразу же говорю, нужно сделать три фотографии. Почему три? Потому что первая фотография вклеивается в анкету, еще две штучки вы отдаете там в посольство. Сзади написать имя и фамилию и дату рождения того человека, которого будете воссоединять. То есть, в нашем случае это ребенок, то есть, мы указали имя и фамилию с датой рождения нашего ребенка на фотографии. Эти фотографии нужно будет потом отдать. Дальше. Идет это загранпаспорт нашей дочки, то есть, загранпаспорт того человека, которого вы воссоединяете. И сразу же параллельно делаете две копии. То есть, я сразу буду говорить список плюс те копии, которые нужно будет сделать. Анкету копии не делаем, анкета одна. Загранпаспорт ребенка, либо человека, которого вы воссоединяете. Плюс копия две штуки. Дальше. Загранпаспорт того человека, с кем вы будете воссоединять. В нашем случае это был мой паспорт. То есть, воссоединялся папа вместе с дочкой воссоединение было. Плюс, опять же, делали копии две штуки. Копии обычные ксерокопии. Не заверены ничего, просто ксерокс. Дальше. Паспорт украинский папа. То есть, паспорт украинский мой. Все страницы полностью ксерокс. Тоже две штуки. На всякий случай. Просто делали запасной вариант. Следующий пункт. Свидетельство о рождении. Украинский. То есть, ребенка в данном случае. Плюс перевод на чешский. То есть, нужно сделать копию. Точнее, заверенную копию сделать. Помимо этого. И в итоге получается у нас свидетельство о рождении. Берем его с собой обязательно. Перевод на чешский язык. Из этого перевода на чешский делаем заверенную копию. Мы делали все это в Чехии. Можно это делать сразу в Украине. То есть, у вас получится на руках свидетельство о рождении. И два дубликата на чешский перевод. Дальше. Загранпаспорт мамы. Загранпаспорт мамы. Если в этом случае вы соединяете семью. То есть, ребенка. То нужно еще копию. Не обязательно оригинал. А именно копию две штуки загранпаспорта второго родителя. Рабочая карта. У кого, опять же, есть в нашем случае и мама, и папа в Чехии. То есть, загранпаспорт. Рабочая карта, извините. Здесь тоже делается просто копия. Две штуки. И моя, то есть, папа. И мамы. То есть, двух родителей делается копия рабочих карт. Дальше переходим к следующему пункту. Это договор об аренде жилья. Оригиналы не отдаете. Оригиналы всегда остаются у вас там в Чехии, где вы там живете. Делайте с него заверенную копию. Где ее можно сделать? Ее можно сделать на почте. То есть, все заверенные копии я делал лично на почте. То есть, договор пришел, отдал. Они отксерили его. Заверили. Там стоит 30 крон вроде бы один лист. То есть, там их пять, допустим, листов. 150 крон отдали. И все. Вопросов нет. То есть, мы сделали заверенную копию и плюс еще ксерокс этой копии. Это то, что нужно. Когда приехал в посольство поддаваться, то договор у меня не спрашивали. Сказали, не нужно. Но я настоял на том, чтобы его приложили. Поэтому сделали это на всякий случай. Вот. Самый важный пункт, который нужен уже при подаче, это доклад о подтверждении убытования. Тоже, опять же, вы делаете заверенную копию. То есть, все эти оригиналы просто вы оставляете у себя дома. Вот. Вы делаете заверенную копию с вашего оригинала и делаете еще одну ксерокопию. То есть, получается, у вас два экземпляра, которые вы будете отдавать. Вот. Доклад о подтверждении убытования. Это означает то, что иностранец может проживать в Чехии с разрешения того же Чеха или Чешки. Или чешских жителей, граждан, так сказать. Вот. Это идет подтверждением. Вот. Выписка. Где его тоже, кстати, брать, его тоже можно взять на почте. Либо у вашего хозяина, кто вам сдает квартиру и так дальше. Выписка из кадастрового реестра. Здесь мы предоставляли также заверенную копию и делали еще ксерокопию этого документа. Выписку из кадастрового реестра можно взять тоже на почте. Оплачивается там она в районе 100-150 крон. Вот это все без проблем можно взять. Следующий пункт это выписка о состоянии счета с банка. В зависимости от того, какой у вас банк. То есть вы делаете выписку из счета. Это выписка за учту. О том, что у вас есть средства на счету. Для долгосрочной визы, там, допустим, на полгода составляется в районе 35 тысяч крон. Если там больше, соответственно, нужно показать большую сумму денег. Мы показали большую сумму денег, чтобы не было никаких вопросов. Вот, сделали эту выписку и сделали еще плюс копию. То есть у вас получается оригинал и копия. Это ксерокопия обычно, ничего заверять не нужно. Дальше делаете копию банковской карты, вашей чешской. Делается она с двух сторон. ЦВВ-код зачеркиваете, чтобы никаких там не было видно. То есть делается первая сторона и вторая обязательно. И делаете также ксерокопию еще. То есть у вас получается два экземпляра. Следующий пункт – заявление о финансовом обеспечении. Заявление о финансовом обеспечении – это честное проглашение. Шаблоны есть. Если что, пишите в комментариях, кидайте свои почты. Если надо, будем отправить, покажем, расскажу, как это все делается. Это в свободной форме, можно написать на компьютере, либо от руки, как удобно. Потом идем на чешскую опять же почту, заверяем, делаем заверение. И делаем еще одну копию. То есть это означает то, что вы берете на себя ответственность, что вы будете финансово обеспечивать вашего ребенка, то есть вашего человека, с которым вы соединяетесь. Следующий пункт – это соглашение на выезд на чешском. Это тоже пишется в свободной форме. Соглашение делаете, можете написать там «соуглас», он так называется. Зависит от того, кто с кем воссоединяется. Если в моем случае конкретно, то есть в нашем, писала моя жена, давала согласие на то, что я могу забрать ребенка с Украины, и она не против. То есть это формальность такая, но она нужна обязательно. Делается опять же, пишется на чешском. Делаете это все, заверяете, идете на чешскую почту и делаете еще плюс ксерокопию. Дальше, следующий пункт – это денежная, то есть финансовая сумма, 2500 крон, оплачивается в евро. То есть я просто написал, брал с собой 100 евро. Оплачивали мы в посольство 93 евро, 7 евро давали сдачи, то есть проблем никаких с этим. Это обязательный взнос на подачу документов. Следующий пункт – это конверт с обратным адресом. То есть в Украине вам нужно еще взять с собой конверт с маркой обязательно и нужно прописать сразу же адрес украинский. То есть этот адрес, куда могут прийти ответы, там с положительным или с отрицательным ответом, либо с какими-то там доправками, там можно что-то довести нужно, либо еще что-то. То есть вот такой вот идет у нас перечень документов. Вроде бы ничего сложного, но когда это все начинали собирать, там по чуть-чуть, там по чуть-чуть, очень много опять же на форумах информации, где-то было полезно, где-то было лишнее. Кто-то еще там во Львове, допустим, требовали еще справку о прописке, что вы действительно относитесь к Львовскому региону. Я так понимаю, они там так это все проверяют. В Киеве, слава богу, этого не нужно было. Поэтому вот этот перечень, который реально актуален на сейчас, то есть на сейчас, на июнь-июль 2020 года. Что будет дальше, какие-то изменения, я не знаю. Все это, в принципе, есть на сайте посольства Чехии в Украине. Если что, для взрослых, там еще нужна справка о несудимости. Это все тоже там делается. Можно посмотреть это все, почитать. Ссылочки я под видео оставлю. То есть это то, что идет по сбору документов. В следующем пункте подачи документов я хотел бы просмотреть такие вот нюансы. Что самое важное знать. Главное сложить, в принципе, эти документы. Когда вы приедете в посольство, обязательно явиться в то указанное время, которое вам придет в сообщении вашем, то есть на электронную почту. В нашем случае это было 8 часов 30 минут. Выйдет охранник, проверит всех по списку, посмотрит. Потом начнет приглашать уже в посольство. Вы подаете этот список документов, предоставляете на проверку. То есть если все правильно, корректно, все копии, все сделано без всяких проблем, то сразу же подаетесь. Задача ваша, конечно, подастся с первого раза. В нашем случае мы подались не с первого раза, поэтому потеряли 2 часа. За счет того, что пошли, сделали копии. Потом уже пошла другая очередь. И, соответственно, потеряли это время. Ну, ничего страшного. Главное, все этот результат достигнут. Все сделано и никаких проблем с этим уже нет. Вот. Что при подаче, то есть вас могут там спрашивать, где будет учиться ребенок. Это тоже нужно будет указать в анкете. Отдельно я сделаю для вас анкету, по примеру, нашей анкеты, как мы делали воссоединение, чтобы вы видели, что есть там какие-то моменты, как правильно просчитать даты, какие рекомендованные даты ставить, сколько дней ставить и так дальше. Вот. Поэтому все сделали, проверили ваши документы. Если все отлично, прошла подача, там в течение 15 минут вам задают вопросы, спрашивают, где будет учиться, где будет там работать. На всякий случай еще тут к списку можно добавить, взять с собой договор о работе. Но нас спросили, то есть, где ваш договор о трудоустройстве. Я говорю, он не нужен. Почему? Потому что я показываю финансовые средства. Ну, на предмет этого, в принципе, кто-то спрашивал из посольства, что нужен договор. Кто-то говорил, что он не нужен. Поэтому я, в принципе, его не брал. Ну, а если хотите, на всякий случай, берите с собой договор о вашем трудоустройстве, то есть, ваш контракт, сглую эту. Сделайте, опять же, заверенную копию и копию, ксерокопию, чтобы не приходилось бегать просто и терять свою очередь. То есть, такая система. Ну, а следующий уже пункт, вклейка визы, положительные решения, где нужна будет страховка. Это уже будем все рассматривать дальше, потому что мы еще это пока не проходили на данный момент. Как только пройдем, я сразу вам расскажу на нашем канале. Поэтому для того, чтобы все это знать и видеть, кто еще не подписался, обязательно подписываемся на канал. Ставим лайки, если информация была полезной. И обсуждаем всю эту информацию, также продолжаем в комментариях. Вам на этом спасибо за просмотры. Спасибо за то, что с нами. Всем удачи, всем пока.